Привет, милые зрители! В эфире первого городского итоговый выпуск новостей за неделю. В студии Роман Корнеев. Давайте вместе с вами окинем прошедшую неделю незамутненным взором, посмотрим на новости, которые мы вам показывали, о которых мы рассказывали, и выясним, хорошая это была неделя или не очень. Приступаем. Ну что ж, в начале недели нам с вами сюрпризы готовила сама погода. В Кирове прошел и снегопад, и дожди, сугробы таяли, и месячная норма осадков была перевыполнена вдвое. Итак, уже на следующей неделе будет очередное потепление, и за ним последует паводок, а спасатели уже начали готовиться к большой воде. Они проводят тренировки, их автомобили осуществлены спецоборудованием и наготове плавсредства. Предварительный долгосрочный прогноз пришел. Пока ожидается в уровне 410-510 от 0 по 100. Это примерно в среднем, как в половоде 17-18 годов. У нас среднее статистическое за многолетнее наблюдение это 479 сантиметров от 0 по 100. Вот это примерно среднее, что было между 410-510. Однако, как говорят специалисты, ожидать аномального половодия нам не стоит. Ну а если оно будет, то, как утверждают ребята из МЧС, они к нему готовы. Новость хорошая. На этой неделе, наконец-то, был оштрафован виновник снежного складирования на берегу реки Чернушка. Что, в Садаковском. Компанию, которая вывозила грязный снег, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Правда, сейчас должник скрывается, не отвечает на телефонные звонки. В общем, делает, как все должники мира. Напомню, что с начала года неизвестные на грузовиках свозили снег из города на берег реки Черушки. Местные жители были этому нераду и обратились за помощью в редакции Первого городского канала. А мы уже обращались в Министерство охраны окружающей среды. Экологи взяли пробы снега, и там было обнаружено превышение по содержанию хлоридов. Также стало известно, что снег вывозился с территории одного городского торгового центра. К делу подключилась природоохранная прокуратура. Юридическое лицо обязано рассмотреть данное представление. В течение месяца сообщить о принятых мерах. То есть они должны ликвидировать данные снежной массы, загрязненные, за границ водоохранной зоны водного объекта. Относительно физических лиц у нас расследование еще продлено. И собирается дополнительное доказательство, подтверждающее причастность данных физлиц к конкретному делу. И в итоге этого хитрого предпринимателя оштрафовали. Искренне надеемся, что с него еще и взыщут эти самые деньги. Новость хорошая. А вот еще одна новость прилетела в день юмора, хотя она вообще не юмористическая. Дело в том, что нас с вами ожидает повышение цен на сахар, а также дефицит сладкого яда. Более недели крупные торговые сети не могут закупить сахар по фиксированной цене у производителей. Проблемы начались, когда заводам пообещали выплачивать дополнительные деньги за каждый проданный килограмм сахара по фиксированной цене. И на данный момент неизвестно, когда заводы начнут вновь отгружать сахар дистрибьюторам. В Минсельхозе, однако, сообщают, что причин для паники нет, продукция есть на полках. И в Кирове, что характерно, на дефицит сахара никто не жалуется. Но, с другой стороны, даже если мы с вами будем есть меньше сахара, это всего лишь отразится на нашем с вами здоровье и на бодрости духа. Ведь сахар, как говорится, белая смерть. Ну, а следующая история, история про школу. С 1 апреля началось зачисление школьников первой классы. И в 33-й школе, как оказалось, мест для детей в два раза меньше, чем желающих. Чтобы не пришлось возить детей на другой конец города, родители даже составляют списки, кто за кем находится в этих школьных очередях. Уверенности в том, что все будут действовать согласно списку, у родителей нет. Чтобы попасть в первый класс, им приходится принимать радикальные меры. Те, у кого днем появилось свободное время, встали в очередь у ворот школы. Они уверены, что вечером их ряды пополнятся. Некоторые друг друга подменяют и стоят по очереди. Кто-то уже предложил поставить палатки и готовить ужин на костре, лишь бы зачислить ребенка в школу недалеко от дома. Сейчас родители греются в своих автомобилях. Они планируют простоять у ворот школы до завтрашнего утра. Других возможностей быть первыми в списке у них просто нет. Если детей не зачислят в эту 33-ю школу, то их отправят в 9-ю. Им придется каждый день проезжать примерно 6 остановок на автобусе. Проследить за тем, как ребенок поедет на автобусе, смогут далеко не все родители. Отвозить первоклассника на уроки на автомобиле каждый день – тоже вариант не для всех. Те, кто идет в школу по льготам, например, по многодетности, также стоят в очереди, причем в первых рядах. Они боятся, что таких семей с привилегиями может набраться больше, чем всего мест. Директора этой ситуации также расстраивает, но сделать с этим она ничего не может. Школа сама по себе маленькая, ученики учатся в две смены. Единственное решение она видит в строительстве нового учебного заведения. Его жителям района обещали больше трех лет назад. Нужна новая школа. Нам обещали в 2021 году, что мой сын пойдет в новую школу. Там даже фундамента еще нет. Когда появится новая школа в микрорайоне Долгушино, власти пока сами не знают. Говорят только, что процесс идет. Тем временем очереди в первый класс 33-й школы выстраиваются уже не первый год. Раньше на улице Павла Корчагина была еще одна школа номер 17. Трехэтажное здание отдали силовикам. Там базируется отряд Кировского ОМОНа. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». И еще немножечко про образование. Как сообщила прокуратура, с момента запуска нацпроекта образования уже выявлено более 100 нарушений. Некачественный ремонт, нехватка оборудования и так далее, и так далее, и тому подобное. Ведомство завело более десятка административных дел. Вот, например, в школе на тысячу мест в Чистых Прудах управление капитального строительства как-то не обращало внимания на трещины в стенах, отслоение плинтусов и другие проблемы. Но после вмешательства прокуратуры на них обратили внимание и устранили. Также управление не спешило с оплатой подрядчикам по выполненным контрактам. В общем, тот факт, что виновные все-таки найдены и, как водится, оштрафованы, конечно же, радует. То есть, все-таки дети будут учиться в приемлемых условиях. Ну и еще одна новость от 1 апреля, которая порадовала, наверное, всех, кто собирается купить себе новый мобильный телефон, это то, что с 1 апреля на мобильные телефоны, на смартфоны обязательно должны быть установлены российские программы. Какими российскими приложениями пользуются кировчане, выясняла и наша съемочная группа. А я без приложения обхожусь. Разговариваю, звоню друзьям, знакомым, по работе звоню. А приложения мне не нужны. У меня пенсионерский, кнопочный, Samsung, обыкновенный. Российские-то какие? Ну там ВКонтакте у вас есть? У вас есть. Да. Одноклассники ВКонтакте. А ВКонтакте? ВКонтакте, Вайбер и Ютуб. Яндекс есть у вас? Есть. 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 Ну да, пользуюсь браузером. Пользуюсь только Яндексом. Только Яндексом. Один Яндекс у вас на телефоне, больше ничего нет. И еще Сбербанк. Сбер есть? Есть. Сбер. Есть. Да, есть. Да. Пользуюсь. Сбербанк. Больше ничего. Ну там, одноклассники есть? Нет, есть. Так, а госуслуги есть? Госуслуги? Ой, нет, наверное, нет. Не установлено. Этого нет? Нет. Я не слишком сведущий в этих всех технологиях, поэтому не особенно пользуюсь. Баду? Нет. Каких? У меня интернета нет? Ничего не установить? Нету, нету у меня телефона. Нет, никто лишний не звонит. Сегодня мы опросили 37 человек, и из этого сделали выводы, что вверху топа российских приложений находятся Яндекс и Сбер, ВКонтакте занимает где-то среднее положение, ну, а последнее место занимает Баду и, к сожалению, госуслуги. Продолжаем, друзья, продолжаем позитивом. История из драмтеатра. Там готовится к премьере сказочного спектакля под названием «По щучьему велению». И спектакль этот предназначен в первую очередь для детской аудитории, поэтому яркие костюмы, интересные сюжетные повороты, которые будут понятны и детям. Кроме того, актеры, которые будут и танцевать, и петь, и даже делать акробатические этюды. Только ради этого, как минимум ради этого, имеет смысл сходить в драмтеатр, если вы там давненько не бывали. Вот у меня вот такая вот замечательная дурная корона. Новая постановка «По щучьему велению» не совсем классическое произведение. Она скорее напоминает детский мюзикл. Маленьких посетителей театра ждут песни, танцы, яркие образы актеров и даже красочные фокусы с ходячими ведрами. Конечно, волшебство и чудеса. Сами актеры будут петь вживую. Специально для спектакля вятский поэт Наталья Кузницына сочинила стихи. А нижегородский композитор Владимир Мухин написал музыку. Режиссер Захар Пантелеев все сделал для того, чтобы юный зритель был доволен, а главное – поверил во все, что происходит на сцене. Есть подозрение, что детям и пяти, и четырех лет этот спектакль будет интересен. Отличается тем, что в конце Емеля не идет на войну против царей, нападающих на наше русское царство, а решает победить, скажем, более честно. Не волшебством по щучьему велению, а применив другие свои способности. На самой сцене будет несколько зон – дом Емели, дворец царя и улица, на которой главный герой ловит щуку. Смена локации будет производиться с помощью золотых ворот, как в сказке. Главный герой Емеля воплощает извечную русскую мечту крестьянства – лежать на печи и ничего не делать. Однако Емеле не приходится бить баклуши. Режиссер наделяет его деятельным характером, а встреча с говорящей щукой переворачивает жизнь к радости зрителей. Сказку изначально готовили к зимнему сезону, однако ограничительные меры из-за пандемии сместили график «Показано весну». Море улыбок, смеха, аплодисментов и блеск детских глаз будет чаще видеть драмтеатр, поскольку сказка «По щучьему велению» теперь войдет в репертуар и будет на сцене каждый год. Вместе с главными героями спектакля «Сказки по щучьему велению» при помощи музыкального сопровождения зритель окунется в водоворот невероятных событий. На премьеру 9 апреля билетов уже нет, однако драмтеатр ждет своих юных зрителей на показы выходные дни. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Но кроме драматического театра есть в Кирове забавы и побюджетнее. Например, 1 апреля весь город мог совершенно бесплатно наблюдать за яркими всполохами в ночи. Кировчана разбудили яркие вспышки и странные всполохи ночью. А кто-то даже испугался возможного нашествия пришельцев. За эту ночь в Кирове было 7 таких вспышек, и это происходило почти на всех центральных улицах, где есть троллейбусные линии. Повсеместно загорались изоляторы, соединяющие провода. И по словам директора АТП, опасности такие вспышки не представляли. Там же называют причиной подготовку дорожников к гололеду и чрезмерное рассыпание реагентов. На 99% наши специалисты утверждают, что это из-за того, что в этом году повально начали применять реагент марки Галит, который до этого года не применяли. Ну и соответственно, когда проезжают машины, этот реагент из-под колес попадает на провода, попадает на изоляторы. Соответственно, происходит вот такая ситуация. Раньше повально так не выходили из строя изоляторы. Мы пока все-таки умны к тому, что это из-за чрезмерного рассыпания реагентов. Кроме того, в администрации города говорят, что провода искилили из-за налипания мокрого снега и высокой влажности. В любом случае, и сейчас неполадки уже устранены. И чтобы такого больше не происходило, все изоляторы в троллейбусных проводах планируют заменить на полимерные. В общем, бюджетное развлечение, что я считаю неплохо. В Кирове и ночью можно бесплатно посмотреть на яркие вспышки. Ну а если платно, то можно сходить на чуть более разнообразные и чуть более культурные мероприятия. Такое, например, как концерт известной поэтессы. В филармонии с выступлением побывала гастролирующая по России Вера Полоскова. Таким составом в Киров дуэт приехал впервые. Около 12 песен они написали вместе и теперь хотят сыграть и спеть их людям. Кроме того, Александр Монацков аккомпанирует и для самих стихов. На концерте филармонии звучали как уже известные всем, так и новые произведения из сборника «Работа горя». Он создавался целых 7 лет. Этот концертный тур посвящен 35-летнему юбилею Полосковой и юбилею ее творческой деятельности. Первая книга сам издатом вышла еще в далеком 2001 году. За это долгое время у поэтессы появилось немало поклонников, в том числе ее стихи полюбило множество кировчан. Зрители рассказали, что видят в произведениях веры себя. Стихи помогают им почувствовать что-то новое, иногда даже понять в трудных ситуациях, что делать дальше. Когда кажется, что про меня. Все, что она напишет, я чувствую как про себя. Как будто близкая моя подруга или сестра, которой я поделилась, и она облекла это в такой прекрасной форме. Мне кажется, она пережила очень много боли. У нее есть разочарование, у нее есть позитив, она как бы мне созвучна. Очень многие ее тексты перекликаются с событиями в моей жизни. Что-то для себя понимаю, возможно, и она дает какие-то направления мне в своих стихах. Практически полный зал разрывался от аплодисментов после каждого стихотворения. Кировчане вместе с Верой переживали и радовались. Кто-то даже шептал ее стихи, выученные наизусть. Кто-то просто слушал и наслаждался. Вера называет этот концертный тур приключением. После Кирова ее ждут еще 20 городов, список которых может пополниться. Юлия Ситникова, Иван Деров, информационный канал «Город». Ну и еще одна радостная, наверное, новость, которая прозвучала на этой неделе. Совет Федерации одобрил закон об обнулении президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. То есть после этого Путин может баллотироваться еще на два срока. А там как попрет. Мы же спросили кировчан, чтобы они обнулили своей жизни. Плату за обучение. Я как раз просто студентка и хотела бы, чтобы обучение было бесплатным. Время предпровождения как-то бы изменил. Крышица по рубежу. Общение. Ну, со многими людьми, но не со всеми. Я бы, конечно, молодых хотела вернуть. А то не обнуляется. Не родился бы в России. Проблемы. Свои проблемы? Да. И всего на года. А, точно. Год бы этот обнулил. Свои возраст. Что, так плохо? Нет. Начать жизнь с чистого листа. Время года. Жизни свои. В кольчатого червя назад превратился бы и все. Количество долгов по учебе. Я бы обнулил счета депутатов. Тех, кто занимаются коррупцией. Обнулить. Что бы хотели? Саму жизнь. Ну, возраст родителям, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте подведем итоги этой недели. И вы знаете, с внушительным перевесом неделя оказалась хорошей. Чего я вам желаю и на следующей. Я очень бы хотел, чтобы вся следующая неделя у вас была прекрасной. В студии был Роман Корнеев. Это были итоги города. Я напоминаю, какой город, такие и новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова